Здравствуйте! Уверен, многим известно крылатое выражение из латыни «карфаген должен быть разрушен». Выражение, означающее настойчивый призыв к борьбе с врагом или препятствием. В более широком смысле постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей тематики обсуждения. Для сегодняшней Молдовы таким «карфагеном» стала круговая порука правящего парламентского большинства, стоящая на страже закона, согласно которому за украденный кем-то из госказны миллиард заплатить должны мы с вами. И все же в крепостные ворота молдавского «карфагена» все настойчивее стучит инициатива президента страны Игоря Дадона по отмене грабительского закона. Вы смотрите «Акценты недели». Уходящая неделя ознаменовалась новыми инициативами главы государства. Игорь Дадон продолжает доказывать, что держит данные избирателям во время предвыборной кампании обещания. Одно из них – сохранение государственности нашей страны – отразилось в идее главы государства учредить 2 февраля День молдавской государственности. Именно в этот день, в 1365 году, государственность Молдовы впервые была признана на официальном уровне. По случаю годовщины Игорь Дадон наградил орденом Богдана основателя выдающихся деятелей страны. Кроме этого, глава государства выступил с инициативой законодательно принять исторический флаг Молдовы – знамя красного цвета с изображенной на нем головой Тура. Ордену Богдан-Интемейтору, урмотворилор. Бенюк Валентин, профессор университар, доктор хабилитат в штиинте политики. Курбет Владимир, conducатур артистик и первым маестру в балет, альансамбулу национал-академик де дансу популяре «ЖОК». Гудумак Ева, мембру, титулар, аль Академия де Штиинте Молдовы – «Персоналитате Штиинтифика, Деталия Интернационал». Михаил Виорел, скриттор, публичист, маестру аль кувынтуры аутохтон ростит фрумос молдовенещни. Талмач Леонид, прямой губернатор арбенча и национал Молдовы. 2 февраля – дата государственной важности. В этот день государственности Молдовы исполнилось 652 года. Это событие не осталось незамеченным президентом Игорем Дадоном, который в этот день решил наградить орденом Богдана, основателя именитых соотечественников, которые на протяжении современной истории способствовали укреплению молдавской государственности. Награжденные президентом лица – это люди, которые, несмотря на социально-политическую ситуацию в стране, на протяжении многих лет своим трудом доказывали любовь к родине и своим согражданам. Один из лучших детских хирургов консультирует и лично оперирует самые тяжелые случаи. Ежегодно она проводит до 500 операций, спасая сотни детских жизней. В своей работе доктор всегда уделяла особое внимание малышам из социально уязвимых семей. Другая именитая личность, награжденная главой государства, поэт и основатель прославленного ансамбля народного танца «Жог» – маэстро Владимир Курбет. Благодаря таланту, с которым он всегда выполнял свою работу, о Молдове узнали далеко за пределами страны. Благодаря таланту, с которым он принимал его стимуляции, Благодаря таланту, с которым он принимал ее туристы, В честь годовщины государственности Молдовы президент выдвинул две инициативы. В честь годовщины государственных наград Молдовы президент выдвинул две инициативы, если с их заменем способствует опробовать при наличии дропелу историк в церкви Молдове, к нашему дропелу Рошу и Кабди Боуру. Отметим, что орден Богдан-основатель является третьим в иерархии государственных наград Молдовы после Ордена Республики и Ордена Штефана Чалмаре. Инициатива президента нашли поддержку в лице патриотических организаций страны, по мнению их активистов. В случае, если эти предложения вступят в силу, они ознаменуют новый этап в современной истории нашей страны. Поддерживаем идею президента Республики Молдовы Игоря Дадона о том, чтобы объявить 2 февраля Днем государственности. Также полностью поддерживаем важность признания флага Штефана Чалмаре в качестве исторического государственного символа. Считаем также необходимым объявить конкурс стихов и музыки нового гимна страны. Эти изменения будут представлять собой новый этап развития государства Республики Молдова в современной истории. Мы, молдаване, прошли через множество этапов и настал момент, чтобы у нас был свой исторический флаг. Наш подлинный гимн и национальный день. День государственности Молдовы. Это историческая правда и историческое право молдаван. Гордитесь тем, что вы молдаване. Сохраняйте молдавские тенденции. Любите свою родину, Молдову. Никогда не говорите плохо про свою страну. Мы не сможем построить лучшее будущее без хороших мыслей о прошлом, настоящем и будущем нашей страны. Оно было сделано Молодежным движением Воевод, Организацией потомки Штефана, Ассоциацией Молдавский щит, Центром объединения молодежи и правительством молодежи Республики Молдова. Уточним, что 2 февраля 1365 года Молдавское княжество обрело независимость после победы над войсками короля Венгрии. Воевода Марамуриша Богдан I был назначен господарем новообразованного государства. Отмечая важность этой даты, президент Игорь Тадон выступил с инициативой об учреждении Дня государственности и признании знамени Молдавского княжества историческим государственным символом Республики Молдова. На этой неделе глава государства сдержал и еще одно свое обещание. Игорь Тадон посетил с визитами Бричанские и Окницкие районы, где встретился с их руководством, коллективами предприятий, а также побеседовал с простыми гражданами. Дома культуры, где проходили встречи, были переполненными. Так много желающих было увидеть и услышать президента, задать ему свой вопрос. В рамках одной из этих встреч президент заверил граждан, что не допустит притворения в жизнь планов властей перейти от районов к уездам. Президент страны не одобряет намерения Кабинета министров начать внедрение уже в этом году системы местного самоуправления. Более того, глава государства будет блокировать любую попытку внести изменения в административно-территориальное деление страны. Об этом президент заявил в ходе встречи с представителями районного совета Бричань. У меня был определенный обмен мнениями с правительством по этому поводу. Но вы мою позицию знаете. Я считаю, что ликвидировать районы и переходить на уезды, жудец, это самая большая ошибка. Мы через это все проходили с вами в конце 90-х, начало 2000-х, и потом мы вернулись обратно. Моя позиция категорически отрицательная. И я сказал правительству, что если они попытаются эту реформу проводить сейчас, мы ее будем блокировать. Ранее глава правительства демократ Павел Филипп заявил, что приоритетом 2017 года является не борьба с коррупцией и улучшение уровня жизни населения. Главная цель – реализовать реформу местной публичной администрации, которые являются одним из обязательств молдавских властей в процессе внедрения соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Стратегическое партнерство с Российской Федерацией, возврат молдавской продукции на традиционные рынки России – незыблемые приоритеты главы государства. Приверженность ранее заявленным приоритетом Игорь Дадон подтвердил и в рамках прошедшего в Кишиневе Молдороссийского бизнес-форума. Президент выразил уверенность – восстановить былые взаимовыгодные отношения возможно. Как признались участники Молдороссийского бизнес-форума, уже сложно припомнить, когда в последний раз проводились встречи такого уровня и масштаба. И вот за одним столом десятки представителей органов власти обеих стран Молдовы и России, десятки представителей торгово-промышленных палат и научных кругов, а также малого и среднего бизнеса. Все они озвучили на форуме новые подходы, решения и идеи, чтобы вновь возобновить экономические Молдороссийские отношения, без которых в нашей стране, как показало время, пришлось непросто последние несколько лет. И вот первые результаты. В феврале мы добьемся значительного увеличения и количества предприятий, и очень важно, чтобы было и по товарным позициям. Второй шаг. Буквально на следующей неделе в Брюсселе мы предложим переговоры в трехстороннем формате Молдова-Российская Федерация-Европейский Союз, для того, чтобы все-таки договориться, что мы делаем дальше с этими таможенными пошлинами. И третий шаг, который я надеюсь, что в ближайшие месяцы станет предметом переговоров, и мы добьемся результатов, это, безусловно, снятие таможенных пошлин. Президент страны Игорь Дадон заверил представителей бизнеса, что они могут рассчитывать на политическую поддержку. Ярким примером тому может служить гагаузская автономия, которая давно заявила, перемены в Молдове начнутся с регионов. Сегодня 64 сельхозкомпании Гагаузии могут поставлять, экспортировать свою продукцию на рынке Российской Федерации. 10 винзаводов гагаузских тоже могут поставлять свою винодельческую продукцию на рынке Российской Федерации. Мы с нетерпением ждем приезда экспертов со стороны Роспотреба, для того, чтобы количество предпринимателей не только из Гагаузии, но и из всей Республики Молдова могли выйти на самый выгодный, на самый стратегический рынок для нашего бизнеса. Такого рода встреча предпринимателей и руководителей торгово-промышленных палат в формате форума стала хорошим подспорьем для установления деловых контактов и начала прямых переговоров между предприятиями. У нас очень старые традиции, очень старые связи, и есть просто человеческое доверие между людьми, между бизнесом, а это очень важно для того, чтобы именно бизнес состоялся. Мы действительно приехали с большим составом, и я вижу настроение наших людей, наших предпринимателей, в частности, от Московской области, Сергиево-Посадского района. Они приехали с конкретными предложениями. Те, кто не успел приехать, я привез еще дополнительные предложения от наших предприятий. И я думаю, что лед тронулся. Есть 12 руководителей торгово-промышленных палат. Это люди, которые для всего региона ищут контакты для своих предприятий, для членов палаты. Это говорит об огромном интересе, политический толчок, который Игорь Николаевичу и Славим Владимировичу удалось дать в этом процессе. Я думаю, что сегодня мы такой очень серьезный и важный шаг сделали. Полагаю, что... Я просто уверен, что будет последовать следующее. У нас есть программа действий с моим коллегой по торгово-промышленной палате. Мы с коллегами из Молдавской палаты этот форум готовили полгода. И я вот как на духу скажу, что мы абсолютно были независимы в выборе, так скажем, направления, движения нашего российского предпринимателя. И то, что они потянулись в Молдову. Вот это сейчас заслуга того, что на высшем уровне наши отношения потеплели. Если нам говорят президенты, что мы сделаем все, чтобы эти барьеры были сняты, то у нас товаропотоки точно абсолютно возрастут и ситуация реанимируется. Российский капитал, молдавский капитал должен вкладывать здесь в Молдову, создавать совместные предприятия, совместный продукт для экспорта. Тем самым повышая свою конкурентоспособность. Деньги должны вкладываться здесь, здесь, наверное, появятся рабочие места и совместный продукт должен экспортироваться в третьи страны. Занять исходные позиции на российском рынке будет непросто, отметил президент нашей страны. Тем не менее, работа на этом пути уже ведется и вскоре состоится еще один экономический форум. Теперь международного уровня с участием Евразийской экономической комиссии на уровне председателей министров, который должен завершиться подписанием соглашения. В последние недели мы работали над этим документом. У нас есть проект этого меморандума. На моей встрече на прошлой неделе с послом Европейского союза в Молдове, с господином Топиоли, я официально передал этот проект и для Брюсселя. Я думаю, что в конце марта, начало апреля в Молдове состоится официальное подписание этого документа. Напомним, что впервые был поднят вопрос о меморандуме по сотрудничеству Молдовы с Евразийским экономическим союзом в ходе визита президента Молдовы в Российскую Федерацию, в рамках которого и состоялись первые переговоры Игоря Дадона с руководством ЕАЭС. Уже этой весной Молдова подпишет меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, а также получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом совете. Об этом также во время форума заявил Игорь Дадон. Глава государства намерен обсудить соглашение и в рамках своего визита в Брюссель, который он предпримет в начале будущей недели. Тем временем эксперты рассуждают о том, что сулит нашей стране новый документ. Прошло всего чуть больше месяца, а Игорю Дадону на посту главы государства за короткое время удалось сделать больше, чем многим другим его предшественникам. Не на словах, а действиями и инициативами, которые нынешний президент предлагает ежедневно. Новым поворотным событием стал визит Игоря Дадона в Москву, учитывая, что за последние 8 лет молдавско-российские отношения пришли в упадок. Первый проект меморандума о сотрудничестве между Республикой Молдовой и Евразийским Союзом уже подготовлен и будет подписан. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос корреспондента нашего телеканала, отметив, что подписание документа состоится уже этой весной. А на следующей неделе положение меморандума будет обсуждаться с представителями Европейского Союза во время официального визита в Брюссель. В последние недели мы работали над этим документом. У нас есть проект этого меморандума. На моей встрече на прошлой неделе с послом Европейского Союза в Молдове, с господином Топиоли, я официально передал этот проект и для Брюсселя. И я думаю, что в конце марта, начало апреля в Молдове состоится официальное подписание этого документа. Для Молдовы наступает период возрождения. Сходятся во мнении экономические эксперты, которые оценили главные преимущества соглашения между нашей страной и Евразийским Союзом. Дин пункт дизайн экономик, Крепист va ащтепта у криштера экономика, в специале в релаксиоли комерчале, и это дадут бани в плюс в Республика Молдова. В специале, если вы захотите пьеселы в Ест, в Федерация Русская, в Цернице Союзом, это будет очень большой преимущество, потому что продукты агро-алиментарные в Республике Молдова и они не должны быть в этой стране, и не должны быть в качестве пьеселы в кампании, в кампании, в кампании, в кампании, в пенетрае, а не только пьеселы. «Аwartажы обе, а HERE趟 огромням, denn никакой, или, или они определяют, илиーー, или попыткам, раствор國家 иai матов, и позволить использовую Żeи продукту в Молдова, bows đã приятности. Но из-за бытовых become и мощности по природе от Республики Молдова». Эксперты уверены, от подписания такого соглашения с Евразийским Союзом, Молдова только выиграет. Экономика Молдовы получит серьезный толчок, улучшив отношения со странами СНГ и особенно с Россией. Корреспонденты Акчин ТВ задали вопрос президенту и относительно программы визитов в Брюссель. Конечно, не остался без внимания и предстоящий ремонт здания президентуры, в частности, его финансирование. Я говорил, что для Республики Молдова, для нашей статус, есть решение, что у вас будет декларировать символ национального в центре Кишневу, где Майбиня и Шабтиана, который уже был оптан в доме и нового, снял на час старый. Поэтому я предпочитаю, что вы получите то, что сейчас декларировать свои репараты, инсурсии экстерны. Отвечая на вопрос о законе, который перекладывает возвращение украденного миллиарда на плечи граждан, президент подтвердил, что будет настаивать на том, чтобы парламент его аннулировал. Сотни молдавских производителей собрались на этой неделе в рамках ежегодной выставки «Произведено в Молдове». Поиск рынков сбыта для наших товаров по-прежнему один из наиболее острых вопросов. Проблему экспорта решить можно, только если Молдова будет следовать своим интересам, уверена, посетившая выставку председатель партии социалистов Зинаида Гречаной. От качества конкурентоспособности именно на этой выставке, кстати говоря, самые авторитетные в нашей стране решаются вопросы стратегического значения. Здесь налаживаются контакты и находятся партнеры, с которыми в дальнейшем строится бизнес. Итак, второй день выставки на Молдэкспо и самое интересное только начинается. В павильонах Международного выставочного центра Молдэкспо свои товары представляют около 350 отечественных производителей, работающих в сфере виноделия и легкой промышленности, производства мебели, техники и оборудования, а также народных промыслов. Представители крупных и мелких предприятий надеются обрести для своих товаров рынок сбыта. Вчера к нам подходили представители России насчет наших соков и паркета. Мы производим паркет, очень хорошего качества. Были у нас представители, посмотрим, как наш. Директор нашего предприятия по производству паркета встречался с российской делегацией. Посмотрим. Мы хотим, конечно, налажить отношения, потому что был рынок сбыта. Действительно, очень много людей нас посещают, очень много вопросов задают. Ну и мы сами тоже не спим, так же проходимся, так же пытаемся наладить какие-то контакты, подружиться. Второй день показывает, что у людей есть какой-то определенный интерес к выставке. Главный вопрос, самый актуальный для отечественного производителя – удастся ли найти рынок сбыта и скорее не найти, а восстановить прежний, традиционный для Молдовы, делятся мнением гости выставки. Если мы поддержим нашего президента, я думаю, что мы вернем наши вина, коньяки и все остальное в Россию, потому что Россия очень любит наше вино, вино, коньяки. Желательно, чтобы был шанс выйти на российский рынок, не только на российский, на европейский тоже. Это, скорее всего, наш приоритет для Молдавии, чтобы выйти на внешний рынок. Я люблю и ношу вещи, фабрикаты Молдова из одежды. У нас есть производители, которые, если честно, по качеству намного выше, чем то, что мы привыкли импортировать. Среди тех, кто ценит и уважает молдавского производителя, председатель ПСРМ Зинаида Гречаны. Наши производители приходят, представляют свои продукты. А дальше что? Они же многие из них говорят, что не имеют куда экспортировать. Вот забота нашего правительства должна быть в том, чтобы стимулировать экспорт, договариваться с другими странами. Мы потеряли российский рынок и не приобрели европейский рынок. Вот это, к сожалению, большому сожалению. Дай Бог, чтобы слова, которые сказал министр экономики вчера тут на этой выставке, чтобы они оказались правдой, а не просто каким-то предвыборным трюком на словах. Отметим, что во время бизнес-форума, который состоялся 1 февраля, министр экономики Октавиан Калмык признал серьезные негативные последствия для молдавской экономики от ухудшившихся отношений с Россией, добавив, что с 2013 года доля экспорта из Молдовы в Россию сократилась вдвое. В свою очередь Зинаида Гречана обратила внимание на то, что курс, взятый президентом страны Игорем Дадоном, уже приносит свои плоды. И с подписанием меморандума с ЕАЭС проблема экспорта отечественной продукции будет решена. На уходящей неделе стартовала весенне-летняя сессия парламента. Дата его первого заседания пока не назначена. Прошло лишь совместное заседание с правительством, на котором были обозначены приоритеты на предстоящий год. К слову, избавить граждан страны от бремени украденного миллиарда в приоритеты власти не входит. Инициатива главы государства аннулировать закон, обязывающий население страны возвращать украденные деньги, не нашла поддержки у правящего большинства. Игорь Дадон отступать от намеченной цели не собирается. Инициатива президента страны об отмене закона, который был принят парламентским большинством, не нравится ни спикеру Андриану Канду, ни премьер-министру Павлу Филиппу. Более того, глава Кабмина признает тот факт, что молдаване будут возвращать украденные деньги по наставлению европейских финансовых институтов. Дин функтур мысль, директ «кушная» Инициатива с таким образом, это происходит в институте. но не было ни по праву, ни по праву, ни по праву, ни по праву. Реакция президента Республики Молдова Игоря Дадона на заявление демократов последовала незамедлительно. Глава государства подчеркнул, что схема кражи миллиарда и имена лиц, замешанных в обворовывании страны и граждан, становится все более очевидной. На фотографиях видны лишь некоторые папки, касающиеся корреспонденции с 2012 по 2016 годы между президентурой и другими учреждениями, а также корреспонденции между правительством, парламентом и другими государственными структурами. Господин президент изучает каждый документ, каждую страницу этих папок. Глава государства говорит, что четко видна вся цепочка кражи и всех задействованных в ней людей. До конца февраля пройдет заседание Высшего Совета Безопасности с единственным вопросом в повестке по поводу украденных из финансово-банковской системы Республики Молдова миллиардов. В то же время президент с нетерпением ждет отчет КРОЛ-2, чтобы увидеть, куда на самом деле попали эти миллиарды. Что касается уместности, здесь важно задаться вопросом, сколько человек ответили за свои поступки и сколько денег было возвращено государству. Ранее правительство под руководством Павла Филиппа взяло на себя ответственность за проект закона, в соответствии с которым возвращение миллиарда украденного из Банка деэкономии, Банка Сучала и Унибанка перекладывается на плечи граждан. В проекте предусматривается выдача и передача Министерству финансов государственных облигаций на сумму 13 миллиардов леев, которые население страны будет возвращать в течение 25 лет. Закрывая глаза на проблемы граждан, власти, конечно же, не ущемляют себя. На этой неделе стало известно, что одному из депутатов парламентского большинства посчастливилось получить сельскохозяйственные субсидии из государственной казны на базнословную сумму денег. Глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк уверен, это далеко не случайность. Депутаты разворачивают свою деятельность за счет государственной казны. Бывшего депутата Либеральной демократической партии Молдовы, в настоящее время представителя парламентского большинства Иона Балан, можно отнести к числу фермеров-счастливчиков, которым повезло получить субсидии от агентства по интервенции платежам в области сельского хозяйства. Более того, по результатам расследования портала Молдстрит, компания Молд Агравитис, соучредителем которой является Ион Балан, получила самую большую субсидию – 4,36 миллиона леев из заявленных 4,39 миллионов. Депутат-социалист Раду Мудряк уверен, что парламентское большинство под руководством демократов продолжит линию бывшего коррумпированного премьер-министра Влада Филата. Парадокс заключается и в том, что представители власти, вместо того, чтобы искать решения, которые действительно помогут фермерам, заняты обворовыванием государственного бюджета. Ион Балан воспользовался правом на комментарии, предоставленные ему журналистами нашего телеканала. Из заявил следующее. Что призывается и корпоратива интерпрезектор Молда Гровитис, эту компанию я представляю, с одной из этих корпораций, с 20% в capital. Субтитры создавал DimaTorzok В продолжение темы председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк заявил, что будет создана специальная рабочая группа, которой предстоит расследовать, как были распределены субсидии. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день субсидии получили менее 900 заявителей. Запомнится уходящая неделя и третьей годовщины референдумов в Гагаузии. 2 февраля 2014 года подавляющее большинство жителей автономии, почти 100%, проголосовали за вступление Молдовы в Таможенный союз. В честь памятной даты в Камрате прошел митинг. Настоящую сплоченность гагаузского народа и его желание взаимодействовать со стратегическим партнером России продемонстрировал и митинг в честь третьей годовщины референдума на центральной площади Камрата, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Этот день дал гагаузам сплочение, и люди сегодня ждут от наших властей скорейшее оближение с Россией, и чтобы люди жили немножко лучше. Народ Гагаузии проголосовал почти 100% за Евразийский союз, потому что Евразийский союз по ориентиру, по цели, он даст улучшение экономики, он даст, а в основном, если улучшение экономики есть, пойдет улучшение жизни людей. В интервью телеканалу Акчен ТВ Башкан Гагаузи Ирина Влах подчеркнула, что 2014-й стал знаковым годом, объединившим всех жителей региона вокруг идеи государственности Республики Молдова, идеи сплоченности всего общества, а также выстраивания хороших отношений с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. И на самом деле у Гагаузии после 2 февраля есть очень много позитивных, хороших результатов в выстраивании взаимоотношений с регионами Российской Федерации, открытие рынков, выход нашей продукции на российские рынки. Одновременно это хороший пример и для других регионов Республики Молдова. Партия социалистов всегда поддерживала и поддерживает Гагаузию, ведь жители этого региона настоящие государственники. И очень важно, чтобы во всех своих начинаниях мнение гагаузов было услышано. Об этом заявили депутаты от партии социалистов, принявшие участие в митинге. Очень важно, чтобы власть делала то, за что выступают люди. Мы действительно считаем, партия социалистов, что путь Республики Молдова находится рядом с Востоком, рядом с Российской Федерацией. Поэтому мы целиком и полностью поддерживаем начинание гагаузского народа. Гагаузия это такой регион, особый регион, где люди хотят иметь свое мнение и всегда хотят, чтобы к этому мнению прислушивались. Поэтому они в свое время, три года тому назад провели референдум. Этот референдум сплотил людей между собой, сплотил руководство Гагаузии. И они сделали так, что к их мнению действительно прислушивались. Помимо официальных мероприятий в Гагаузии был организован автопробег, а в городах и селах автономии прошли массовые народные гуляния. На этой неделе состоялось первое в этом году заседание Муниципального совета Кишинео. Перед его началом советники от фракции партии социалистов рассказали о результатах своей деятельности в прошлом году, а также обозначили планы на наступивший год. Один из приоритетов – добиться отставки генерального примара Дарина Киртуака. Представители формирования заявили о готовности дойти в этом стремлении до Европейского суда по правам человека и оспорить решение молдавских инстанций о запрете на регистрацию инициативной группы для проведения референдума по этому вопросу. Второе – приоритетное направление деятельности советников социалистов в 2017 году – формирование и принятие муниципального бюджета на текущий год с участием рядовых кишиневцев и гражданского общества. Дарина Киртуака, дарина Киртуака, дарина Киртуака, в течение этого года в поле зрения социалистов попадет и вопрос создания градостроительного плана, подчеркнул Чебан. Продолжение следует... Мы будем отслеживать каждый проект земельной сдачи в приватизацию либо в аренду и докладывать общественности об этих нарушениях. Следующее. В ближайшее время мы проведем публичное слушание и заслушаем мнение всех для внесения изменений в законодательство, а именно закон 163 о авторизации выдачи градостроительного сертификатора. Также в стратегических планах советников партии социалистов решение социальных проблем и проблем с городским общественным транспортом. Не обошлось и без скандала. Уставшие от варимого в городе беспредела кишиневцы пришли на заседание муниципального совета, чтобы призвать к ответственности либералов, в очередной раз самовольно распорядившихся судьбой земельного имущества столицы. Большой скандал в Примарии. Группа жителей, проживающих по адресу улицы Аунирия-1, пришли на заседание Кишиневского муниципального совета, чтобы потребовать от либералов объяснений, на каком основании они проголосовали за строительство многоэтажного дома на игровой площадке. Несмотря на то, что в начале заседания советники от партии социалистов потребовали присутствия чиновников Примарии, чтобы горожане могли лично задать им все интересующие вопросы, просьбу социалистов проигнорировали. Советники социалисты отметили, что подняли стенограмму за 19 мая 2015 года, когда проходило голосование за этот проект. И согласно стенограмме этого проекта решения была вынесена дополнительная повестка дня либералам Юрия Топала. Услышав обвинение в свой адрес, Юрий Топала от ответа убежал. За ним последовало выступление его коллеги по партии Иона Чобана, у которого граждане освистали. Люди, которые весь день стояли и ждали завершения заседания Мунсовета, чтобы поговорить с чиновниками Примарии, так этой возможности и не получили. Они выразили глубокое недовольство работой народных избранников и обвинили их в безответственности, которая их лишила покоя у себя дома. Недовольство деятельностью генерального Примара и его команды нарастают, как снежный ком. На этой неделе стало известно о том, что после общереспубликанской оптимизации школ власти добрались и до больниц. Так, из девяти функционирующих в Кишине в учреждении могут остаться действующими только пять. Намерение некоторых чиновников прибрать к рукам земельные участки может нам стоить здоровья. Новая стратегия по управлению медицинскими учреждениями, разработанная Главным управлением здравоохранения, создает хаос в муниципальной системе здравоохранения. Реформирование этой сферы не было согласовано со специалистами и представителями гражданского общества, уверена Евгения Чебан, советник от фракции партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете. Так как чиновники рассматривают возможность присвоить земельные участки и здания этих учреждений. В стратегии, предложенная Главным управлением здравоохранения, предусматривает совмещенное администрирование больницы номер 4 и родильного дома номер 2 при больнице Святого Архангела Михаила. Вторая инициатива, представленная чиновниками, заключается в совмещении всех детских медицинских учреждений столицы в одно. В то же время Михаил Молдаванов уверяет, что в результате такой реформы пострадает лишь технический и административный персонал медучреждений. В想е от 1, но 3, но 3 вы Doneкли. В想е от 1, но 3 вынupо. Возвращение и не 3 вынupо. Возвращение от 9 спитали, будут 5 спитали. Возвращение с спитали номер 1, святый Молдаван сфанта Треница, спитали маре, зо динято и обе спитали регионали. Смолдин Дикопии, Игнатинку, что будет спитал региональный дикопии. будет спитал Архангел Михаил, который будет спитал local, и будет спитал специализирован, спитал дефтизио-пневмологии. Молдована, я не тебя обману, ты уничтожаешь систему санитации в муниципе Чищёнёв, а теперь ты обманешь спитали, асоциации медикали, как ты хочешь сделать медицинскую семью, не знаю как, но ты только кладире и луар. Ты уничтожаешь с спиталом номер 1, а теперь умираешься на материнство 2, и ты интересуются на территории. Вы говорили, ну тебе интересует ничего даты, с фаще ваппинг по чьим. Напомним, что стратегия реформирования медицинских учреждений, разработанная Главным управлением здравоохранения, будет обсуждаться на следующем заседании Муниципального совета Чищёнёва. В соседней Румынии не перестают идти манифестации. Число участников антиправительственных демонстраций, как заявляют местные телеканалы, достигло 300 тысяч человек. Только в столице Румынии, Бухаресте, в ночь с 3 на 4 февраля на площади перед зданием правительства собралось около 150 тысяч манифестантов. Они требуют от правительства отказаться от начала массовой амнистии и внесения поправок в Уголовный кодекс страны. Демонстранты, собравшиеся перед зданием правительства, принесли с собой чучело, изображающее членов Кабинета министров, одетых в тюремные робы. Напомним, протесты вызваны решением правительства внести изменения в Уголовный кодекс и начать массовую амнистию, которая, по словам премьера страны Сарина Гриндяну, связана с необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Против амнистии и внесения поправок в Уголовный кодекс выступил президент страны Клаус Йоханнес, который назвал их неприемлемыми. Противники, вносимых изменений в законодательство, опасаются, что амнистия позволит выйти на свободу многим осужденным коррупционерам. Как стало известно, в пятницу вследствие массовых антиправительственных протестов один из министров уже сложил свои полномочия. И в завершении программы президент Республики Молдова Игорь Дадон встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем. Дипломат находится в молдавской столице с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили различные аспекты, связанные с урегулированием преднестровского вопроса, а также активизацией молдо-австрийских отношений. Итогами встречи поделился и сам Игорь Дадон на своей странице в Фейсбуке. Выразил надежду, что председательство Австрии в ОБСЕ будет способствовать активизации переговорного процесса, касающегося урегулирования преднестровского вопроса. Я озвучил свое видение по этому поводу, а также шаги, которые мы предлагаем предпринять в данной связи в ближайшем будущем. Считаем, что подход должен быть комплексным, а именно, должны быть единовременно решены 4 наиболее важных вопроса для жителей обеих берегов Днестра. Игорь Дадон в очередной раз подчеркнул свою позицию. Процесс преднестровского урегулирования должен завершиться воссоединением Молдовы и Приднестровья, которое, в свою очередь, получит специальный статус в рамках единой страны. Несмотря на то, что у нас с правительством различные видения многих вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней политики, в том, что касается реинтеграции республики, я выступаю за общий подход и сотрудничество во имя поиска оптимальных решений на благо граждан, живущих на правом и на левом берегу Днестра. В рамках беседы глава государства также рассказал о намерении организовать и провести совместно с ОБСЕ в конце 2017 года в Кишиневе международную конференцию на тему «Республика Молдова. Территория стабильности и развития или новая провокация для отношений между Востоком и Западом». Кроме этого, президент заявил, что поддерживает решение правительства Австрии об открытии постоянной дипломатической миссии своей страны в Кишиневе для расширения и углубления двухсторонних отношений. Таким увидели уходящую неделю журналисты телеканала Акчен ТВ. Завершить программу хочется еще одним афоризмом из латыни. Есть люди, которые находят путь. Есть люди, которые его прокладывают. Право каждого выбрать способ обретения своего пути. Мы же расставим акценты. Вы смотрели Акценты недели.